Сегодня на базе 8-й школы началось проведение педагогической конференции. Приоритеты муниципальной системы образования – достижение современного качества образования. В течение трех дней в ходе пленарных заседаний, семинаров, практикумов и за круглым столом лампаданские педагоги обсудят вопросы совершенствования дошкольного, школьного и дополнительного образования в детей в свете современных требований к их обучению и воспитанию. Было много цветов и поздравлений с началом учебного года. Кадеты чествовали молодых специалистов, а руководитель управления образования вручала почетные грамоты заслуженным работникам этой сферы. Однако задачей любой системы образования в любой стране и во все времена было воспитание гражданина и патриота, причем умного и сильного, знающего и умилого, поскольку он должен соответствовать требованиям своего времени и уметь достойно отвечать на его вызовы. Сегодняшняя конференция – это всего лишь начало большого пути, а ее тема направлена на решение этой сложнейшей задачи. О чем и сказала глава администрации города, приветствуя участников форума. Ее нынешняя тема – приоритеты муниципальной системы образования, достижение современного качества образования, говорит о необходимости совмещения серьезной образовательной базы, без которой невозможно взрастить по-настоящему грамотного и образованного человека, и нацеленных в будущее компетенции, которые позволят стать этому новому человеку востребованным и конкурентным специалистом в сегодняшнем динамично меняющемся мире. Мир действительно меняется, и для того, чтобы мы и наши дети были в состоянии его воспринимать адекватно, наша система образования должна быть в постоянном процессе модернизации, внедрять инновационные технологии, эффективные практики. Сегодняшних пяти или шестиклассников надо уже сейчас учить другому и по-другому, если мы действительно хотим выполнить поставленную президентом задачу ввести Россию в пятерку сильнейших экономик мира. Мы с вами знаем, что в рамках нацпроекта мы должны к 2024 году попасть в десятку лучших стран мира. Сегодня те шестиклассники и пятиклассники, которые пришли к вам в основную школу, они будут учиться, обучаться и получать компетенции нового века, именно в цифровой экономике. Вообще-то для решения этих задач в городе создан неплохой задел. Наша муниципальная система образования, причем во всех его проявлениях, что в дошкольном, что в общем, что в дополнительном, вполне себе на уровне. Все пять наших школ мы можем отнести к современным, хорошо оснащенным образовательным учреждениям, соответствующим требованиям в ГОЗ. Средства, выделяемые округом для приобретения оборудования, вполне достаточны, чтобы каждый урок проходил на уровне современных требований. Результаты в этом учебном году у нас хорошие. У нас 17 медалистов и один стобальник. Стобальники случаются не каждый год. Однако все достигнутые результаты – это всего лишь основа для дальнейшего движения вперед. Путь и способы этого движения и будут в течение трех дней определять лабытанские педагоги в ходе проведения семинаров и практикумов, заседаний по секциям, на диалоговых площадках, в проектах-лабораториях и за круглым столом. Игорь Борисов, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».